Привет всем! Сегодня я хотела бы рассказать о том, как очень интересно сплетаются судьбы исторических личностей. Пожалуй, самая любимая история в Японии этого рода это история про Сайчо и Кукая, основателя школы Тэндай и основателя школы Щингон. Вот о них мы сегодня и поговорим. Итак, представьте себе ранний Хая. Школа буддизма находится в глубоком упадке. Правда, некоторые считают, что все хорошо, деньги-то есть, покровительство есть. И тут появляются две личности, переворачивающие все с ног на голову. На самом деле одного бы хватило, а их было целых двое. Первый это Сайчо, он же Дэнгё Дэщи, основатель, по его мнению, просто передатель из Китая, школы Тэндай, а второй Кукая, он же Кобо Дэщи, основатель школы Щингон. Этих двоих очень любят в популярной культуре, часто изображают как полные противоположности. Мне даже как-то попадалась манга, по-моему, называется она Аун, если не путаю. И вот там был вообще такой няшка-ромашка Сайчо и даты на бушку маньяк Кукай. Мангу я не осилила, потому что как-то не так все было. На самом деле, конечно, все было гораздо сложнее. Кукай был очень национально мыслящим товарищем. Маньяка включал только когда можно или когда нужно. А Сайчо, да, он бесспорно был очень скромный, очень такой трепетный. Но он впер вперед с изяществом белого слона шестью бивнями. Что есть, то есть. Противоположностями их назвать таки можно. Давайте начнем сначала. И лучше всего с Сайчо. Он старше в конце концов. Сайчо родился в хорошей аристократической семье. По слухам, происходивший аж из одного из китайских императорских домов. И уверенно топающий по религиозной стезе. У юного Сайчо было реально все. Даже немного больше. Головокружительная карьера столичного священника ему была обеспечена. В 19 лет Сайчо получает полное посвящение в главном храме страны. То дайте и через пару месяцев по непонятным причинам уходит в горы. Может быть, реальная жизнь тогдашних монахов очень сильно отличалась от того, что себе нафантазировал этот, без сомнения, торкнутый юноша. Может, на этом бы и кончилась история Сайчо, потому что многие монахи того времени исчезали из нашего поля зрения после переезда в горы. Но Сайчо обладал одним важным талантом. Он нравился людям. Особенно придворным людям, которым сильно надоели обнаглевшие столичные монахи. И в результате, когда столицу перенесли из Нары в Киото, поближе к горе Хей, на которой проживал Сайчо, его придворные друзья устроили Сайчо встречу с самим императором Камму. Камму, который явно не привык к тому, что человек, пришедший к нему говорить о буддизме, говорит с ним о буддизме, не о баблеевных трехрамовых дрязгах. Он проникся священником настолько, что в конце концов предложил ему съездить в Китай. Ну, типа, просто такое замечательное, а в Китае еще не было. Так Сайчо поплыл в Китай. А в Китае Сайчо поплыл с длиннющим списком текстов, которые ему и всей Японии по зарез были нужны. Собственно, вся его экспедиция в основном была посвящена добыванию текстов. Он хватался за все подряд, от комментариев к лотосовой сутре до чань буддизма. А потом еще по дороге в Японию успел каким-то не совсем понятным путем добраться до эзотерической традиции и получить парочку посвящений от случайно встреченного им учителя тантры Шуся. Ну, понятное дело, на посещение столицы его уже просто не хватило. Потом современники еще долго ему припоминали это, интересуясь, как же так получилось, что съездил монах в Китай за Дхармой, а столичные монастыри не посетил. И здесь давайте ненадолго оставим Сайчу, чтобы рассказать о том, кто плыл в Китай вместе с ним на соседнем корабле. Оплыл Сайчу Кукай. И у Кукая, в отличие от Сайчу, не было практически ничего. Так что даже не совсем понятно, как он всего добился. Ну, как практически ничего. Родился-то он, конечно, в аристократической семье. По-другому тогда было как-то невозможно пробиться в монахе. Но его семья постепенно-постепенно сползала в опалу и к 15 Кукаевым годам осталась практически на бабах. Тем не менее, Кукай умудрился поступить в университет, дабы стать чиновником. Такая карьера давала ему хоть какой-то шанс на приличную жизнь, но сразу же возникла проблема. Кукаю не понравилось конфуцианству. Зато понравился буддизм. В результате он все бросил и поступил так, по его мнению, должен был поступить любой себя уважающий монах. Он ушел в горы. И официального пострига он не принимал на тот момент. Это означало конфликт с законом. Но Кукай такие мелочи не волновали. Во время своих странствий по горам он умудрился опубликовать свое первое сочинение. Довольно загадочная история, потому что сочинение было наполнено таким количеством отсылок к буддистским, конфуцианским, даосским текстам, что возникает закономерный вопрос. А где он эти тексты вообще брал? Конечно, он мог их все прочитать за время своей учебы в университете, но кто-то должен был ему поставлять тексты, не предназначенные для широкой публики. И исследователи сходятся во мнении, что этим кем-то был весьма известный в то время монах Гонзо, который, скорее всего, и подсадил юношу на буддизм. Долгое время Кукая все устраивала, а потом случилось страшное. Он не понял сутру. Это, кстати, неудивительно. Речь идет о сутре Махава и Рачана Тантра. На тот момент она была недопереведена с санскрита. В общем, ее никто в Японии толком не понимал. Но только Кукая это безумно расстраивало. Настолько, что он решил непременно сплавать в Китай и разобраться в сутре. И опять начинаются загадки, потому что каким он образом оказался в числе членов спонсируемой государственной экспедиции в Китай вместе с уже знакомым на Сайчо, непонятно. Я напоминаю, он был вне закона практически. Скорее всего, помог кто-то из его родственников, избежавших опалы. Возможно, у него были какие-то влиятельные друзья. Как бы то ни было, до Китая он добрался, как и Сайчо. Кстати, два остальных корабля экспедиции были потеряны. И мне очень интересно, кто же был на них. В Китае Кукай сразу столкнулся с проблемами. Ему и его спутникам не позволили сойти с корабля из-за каких-то бюрократических заморочек. Но его это не остановило. Он написал письмо аж самому губернатору провинции на чистом китайском языке, объясняя, что у него тут с утра не читанное, его не пускают. Губернатор вошел в положение и Кукай отправился в столицу. Там он наконец-то получил доступ к переводам маховой рачаны, успокоился. А потом он встретил Хуэйго, своего главного учителя. Хуэйго, этот юный торкнутый японец, как-то сразу понравился. И в результате он в ускоренном темпе передал Кукаю все свое учение. И умер, наказав перед смертью своему любимому ученику, как можно скорее вернуться в Японию и основать там нормальную эзотерическую школу. Ну, Кукай не спорил. И вот два наших героя возвращаются в Японию. Сайчо вернулся с триумфом, привез кучу новых текстов. По его мнению, передал наконец-то в Японию традицию китайской школы Тьентай. Ну, на самом деле учение с Сайчо представляло собой безумный коктейль из всего, до чего он мог дотянуться. Сайчо интересовало вообще все хоть как-то связанное с буддизмом. Причем, я думаю, что в его голове все это прекрасно складывалось, в такую стройную, красивую картину. Но его ученикам пришлось очень тяжело, когда после его смерти они сели распутывать этот гигантский клубок. Сайчо, как уже было сказано, не видел принципиальной разницы между доктриной чистой земли, кегон, хосо. Ему нравилось все. Эзотерика, конечно. Сайчо очень любил эзотерику. На горе Хей даже официально была организована практика именно эзотерическая, которой раньше не было. В Тьентай ее не предполагалось. Правда, опять же, его ученикам потом пришлось решать и эту проблему тоже. Потому что официальная эзотерика вроде как была, а реально еще долго после смерти Сайчо на горе Хей местами очень смутно себе представляли, что конкретно, как надо делать. Тем не менее, это стремление Сайчо наложить руки на любую интересную теорию, попавшуюся ему на глаза, сыграло только на пользу не только Тэндай, но и вообще всему японскому буддизму. Гора Хей превратилась в интеллектуальный центр еще при жизни Сайчо и подарила нам потом таких разных товарищей, как Доген, Щинран, Ничирен, кучу разных традиций. И так что все он правильно делал. В общем, у Сайчо все было хорошо. А вот у Кукая поначалу все было как-то не очень. Он вернулся из Китая, представил список добытых им текстов ко двору, но не получил желаемого отклика. Эзотерические тексты, которые были так дороги Кукаю, при дворе тогда были неизвестны. Так что никто не понял, к чему это все. Никто, кроме Сайчо. В 1809 году Кукай неожиданно получает письмо от Сайчо, в то время уже очень хорошо известного и обласканного при дворе, с просьбой дать ему почитать пару текстов. Я вообще представляю, какой была реакция Кукая на это. Думаю, он очень радовался. И, конечно же, просьба Сайчо была удовлетворена, хотя эзотерические тексты по-хорошему на почитать не дают. Но Сайчо тексты получил, прочитал и рассказал всем и каждому о том, какой замечательный монах живет у нас тут по соседству. Это дало такой гигантский толчок к карьере Кукая, что очень скоро о нем заговорила вся Япония. Сайчо они продолжали переписываться. Кукай давал Сайчо посвящения, которых у Сайчо еще не было. Но понемногу стало понятно, что их взгляды слишком разные. В отличие от книжника и интеллектуала Сайчо, Кукай, похоже, кроме эзотерики, в буддизме мало что по-настоящему интересовало. Он тоже был очень начитан, понятное дело. Но он четко придерживался эзотерической традиции. Никуда в другое место, в другие места он не совался. При этом он старался поддерживать хорошие отношения с представителями других школ. А вот у Сайчо с этим было плохо. Он признавал учения Кегон, Хосо, других. Он активно их изучал. Но тем не менее конфликтовал практически со всеми существовавшими на тот момент школами. Считая, что они насквозь прогнили. Иногда складывалось впечатление, что он спасает их учения от них же самих. Кукай старался держаться подальше от политики. Время от времени он предлагал провести тот или иной ритуал для благополучия в Японии. А Сайчо требовал себе автономию. И при этом пытался поучать императоров на тему того, как им управлять Великой Японией. Кстати, он первый стал называть Японию Великой. Его даже иногда называют первым японским националистом. Ну ладно, сложнее всего было с эзотерикой как раз. Тексты, изучение которых, по мнению Кукая, спокойно можно посвятить всю жизнь, Сайчо чуть ли не использовал в качестве легкого чтила перед сном. Преувеличение, конечно. Но Сайчо считал себя тоже эзотериком. Но при этом, по мнению Кукая, не хотел нормально изучать практики. И Кукая это начал раздражать. Настолько, что когда Сайчо очередной раз попросил у него почитать текст, один из очень важных текстов в Сингоне, Рещи Щакукио, Кукай ему довольно жестко ответил, что этот текст вообще-то минимум три года изучают под присмотром опытного учителя. Ты этого делать явно не будешь. Сайчо больше текстов не просил. Намек понял. Но расстались они, по всей видимости, даже не только из-за своих слишком разных взглядов на эзотерику. Была еще одна история. Очень такая личная, я бы сказала, интимная. И она как раз сподвигла их разрыв, который уже не был преодолен никогда. Неприятная история начинается с того, что у Сайчо был любимый ученик. Тайхан. Вернее, даже не так. Нелюбимый, а горячо обожаемый ученик. Сайчо искренне считал, что они друг другу предназначены судьбой. Ну, понятное дело, даже великим учителям надо кого-то любить, почему бы не учеников. Проблема была в том, что Сайчо эта любовь ослепила. И он начал считать, что Тайхан вполне годится в его преемнике. Это мнение о Тайхане не разделял никто, включая самого Тайхана. Я вообще иногда задумываюсь о том, как бы все сложилось, если бы Тайхан узнала о своем назначении уже после смерти Сайчо. Наверное, это была бы просто ужасная ситуация. Но, к счастью для всех, этого не произошло. Однажды Сайчо серьезно заболел и на всякий случай объявил, что если он умрет, то следующим настоятелем Хиэй и де-факто главой школы Тэндай станет Тайхан, который на тот момент не отличился вообще ничем. Потом, кстати, он тоже не особо чем-то отличался, что позволяет думать, что Сайчо-таки его сильно переоценил. Но вот с этого момента жизнь Тайхана Нэхея стала невыносима. Устав объяснять всем и каждому, что он не имеет никакого отношения к решению учителя, вообще не хочет всего этого, Тайхан сбежал, оставив Сайчо письмо, в котором признавался во всех смертных грехах и уверял учителя, что он не достоин быть его преемником. А Сайчо искренне не понимал, что происходит. Он писал ученику письма, умоляя вернуться, убеждая его, что он, конечно же, достойный, непременно станет преемником. Тайхан не возвращался. Сайчо страдал. И тут вступает Кукай. Трудно сейчас, спустя столько веков, разобраться, что конкретно произошло, но Сайчо отправился к Кукаю за очередным посвящением и позвал с собой Тайхана. Например, Дайган Мацунага, довольно известный исследователь буддизма, считает, что Сайчо все это затеял исключительно для того, чтобы увидеться с учеником, потому что как-то все это было внезапно. Неизвестно только, насколько Кукай был в курсе всей этой истории с побегом Тайхана. Ну, я рискну предположить, что был, поскольку это очень маленькая тусовка, слухи разносились мгновенно. Вполне мог знать. С учеником Сайчо увиделся, но убедить его вернуться на гору Хей не смог. Более того, Тайхан решил стать учеником Кукая. Кукай его принял. Ну, не совсем понятно, почему. Некоторые считают, что это был такой вот бе-бе-бе в сторону Сайчо. Я предпочитаю думать, что он, человек немного другой закалки, просто смог понять, в какую ситуацию Сайчо поставил своего ученика, хотел ему помочь. Для Сайчо это, по-видимому, было большим ударом. Но первое время он как-то держался. Писал Кукай письма, спрашивал про ученика, просил о нем позаботиться. А потом вдруг сорвался и начал писать письма самому Тайхану, моля его вернуться. И вот последнее письмо, оно просто, ну, болезненно его читать. Это письмо глубоко одинокого, несчастного человека, готового пойти на любые унижения, лишь бы его любимый к нему вернулся. Сайчо писал ученику, что у них иннен, кармическое предопределение, надо быть вместе, ну, хочешь, будем с тобой изучать тексты, мы с ними одна традиция, давай, возвращайся, пожалуйста. Тайхан на это письмо не ответил, зато ответил Кукай. И тон его письма был примерно такой. Во-первых, отстань уже от человека. Во-вторых, что ты несешь, какая одна традиция. Хватит к нам тут патриархи набиваться. В общем, Кукай очень жестко объяснил Сайчо, в чем он неправ. И по поводу Тайхана, и по поводу вообще эзотерики. И Сайчо больше Кукай не писал. И с Тайханом больше никогда не встречался. Он сосредоточился на делах своей школы, добивался возможности самому стричь в монахе. Всех тогда стригли в наре. В результате этого Гарахия регулярно не досчитывал с учеников, не выдержавших соблазну большого города. Вступал в яростную полемику со всеми, кто пытался критиковать Тэндай. Умер в 54 года. Всего за 7 дней до того, как Тэндай все-таки разрешили самостоятельно проводить постриг. Кукай решал финансовые проблемы своей школы, завоевывал все больше влияния при дворе. А потом мечтал тихо умереть на горе Коя. Ему это, кстати, удалось. О Тайхане мы мало что знаем. Вроде бы от Кукай он тоже в конце концов сбежал, уйдя в глубокий скит где-то в горах. Вот так складывались непростые отношения двух великих учителей, которые, несмотря на свое огромное значение для буддизма и японской культуры в целом, оставались в первую очередь людьми. Людьми страстными, увлекающимися и очень разными. Знаете, что самое главное? В наше время представители школы Тэндай часто посещают святыни Щингон. И наоборот. Монахов Щингон часто можно увидеть на Хиэй, в других тренировочных центрах Тэндай. Так что любой конфликт рано или поздно будет пережит и забудет. Даже если это произойдет спустя много сотен лет после смерти тех, кто его начал. Спасибо всем. Пока. Я правда сделала. А потом поняла, что у меня нету больше подсказок. Ладно.